В июле 2019 года федеральное законодательство закрепило понятие социальное предприятие и социальный предприниматель. По замыслу инициаторов это даст ряд льгот и преференции компаниям, которые предоставляют платные социальные услуги. Насколько активно башкирские социальные предприниматели пользуются государственной поддержкой, как они работают в условиях пандемии коронавируса. Об особенностях работы с пожилыми людьми и инвалидами мы поговорим сегодня с директором Центра социального обслуживания населения Азатлык Ильгамом Абдулгужиным. Ильгам Факилович, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, хорошо слышно. Ильгам Факилович, государственные собрания и в принципе наши власти, в том числе и Министерство семьи труда и соцзащиты, планомерно продвигают возможность лицензирования организации обслуживания населения, в частности так называемых домов, престарелых центров обслуживания пожилых и инвалидов. Насколько это, на ваш взгляд, дает преимущество для таких организаций? Какие обязательства выполняет организация находясь в реестре поставщиков социальных услуг? Я бы начал с того, что лицензирование это сделано для того, чтобы оказывалось качественные социальные услуги и для того, чтобы защитить интересы пожилых граждан, которые получают услуги и у государственных, и у частных организаций. Здесь, в этом лицензирование делается именно для защиты прав и интересов получателей социальных услуг. То, что в преференции здесь в будущем будут введены социальные сертификаты, по которым пожилой гражданин может выбирать, у кого получать услуги у частной организации, либо у государственной. И государство будет этой организацией доплачивать, субсидировать, возмещать, так скажем, затраты на содержание и присмотр и уход пожилых людей и инвалидов. Ильгам Факелович, ну вот в принципе мы видим, что республика развивает стратегию постепенного перевода системы обслуживания населения, обслуживания пожилых граждан, инвалидов, детей-инвалидов в бизнес. Вот почему государство, на ваш взгляд, так стремится отказаться от этих обязательств? И насколько бизнес может более качественно справиться с этой задачей? Формулировкой «отказаться» я не соглашусь. Это не отказ от, ну, само по себе, обязательства по присмотре и уходу по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Это развитие рынка социальных услуг, при котором будут, так скажем, затраты уменьшаться на содержание пожилых граждан со стороны бюджета. Так как на сегодняшний день в любом случае дома-интернаты, ну, как бы не специализированные, так скажем, либо построенные там в далеких 70-х годах и не соответствуют требованиям времени. И вкладываться, например, ежегодно там, я не знаю суммы, но миллионы рублей на ремонт этих, как бы здесь смысла, наверное, государство не видит. Они будут финансировать в любом случае обязательства по социальному обслуживанию пожилых путем либо сертификатов, либо направляя там в различные учреждения частные средства субсидии бюджета. Здесь предприниматели, которые берутся за то, чтобы оказывать услуги, они основные материалы, там, здания, ремонт зданий будут осуществлять за счет своих собственных средств, а услуги будут оказывать за счет субсидий бюджета, который будет представляться министерством семьи, который оператором выступает в области социального обслуживания. Но это на сегодняшний день не касается еще домов престарелых, но постепенно, наверное, к этому тоже придем. Ну, есть консессионные соглашения различные в республике 3 или 4, которые реализуются уже этим путем. Предприниматели вкладывают, ремонтируют помещения и здания, а республика дает субсидии на содержание бюджетных койко-мест. Эльгам Факелович, ну вот, насколько я знаю, если не ошибаюсь, с 2016 года вы реализуете большой инвестиционный проект по строительству пансионата для граждан пожилого возраста. В 2021 году должна завершиться реализация этого проекта. Ну вот, как она проходила, да, не было ли сбоев, не было ли нарушения сроков и так далее? Ну, здесь, ну, чуть информация, как бы, такая, возможно, может быть, ну, неполная, так скажем. 2016 года, я в 2016 году открыл частный пансионат на арендуемых помещениях. Я пять лет работал в арендуемых помещениях, которые мы своими силами приводили в порядок в соответствии с требованиями законодательства. Но вот известные события прошлого года, когда в декабре появились жертвы, и очень было тяжело смотреть на такие ситуации, и я, как бы, вышел с инициативой в администрацию городского округа города Сибай о выделении земли для дальнейшего строительства дома престарелого. В 2021 году, в этом году, получается, мы только получили земельный участок в Юлию, и постепенно обратился в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения о том, чтобы заключить конституционное соглашение о строительстве данного пансионата, который будет соответствовать всем требованиям безопасности и комфорта. И здесь тоже будут привлечены банк-партнеры. Мы рассматриваем первичное партнерство банки государственные, и надеемся на то, что по срокам реализации, конечно, мы на следующий год уже само строительство, потому что есть определенная процедура реализации инвестиционного проекта, и мы к данному придем уже к концу следующего года. Ильгам Факелович, ну вот по поводу концессии в этом виде социального бизнеса, мы, в принципе, наблюдаем за эффективной реализацией подобных проектов. Но вот, если я не ошибаюсь, в Мишкинском районе есть аналогичный проект, республика построила... Да, вы меня поправьте, если я неправильно скажу. Да, не построила, они выделили помещение, и уже инвестор отремонтировал и вошел туда. Да, и сейчас очень успешно работает. Вот что касается того концессионного соглашения, о котором вы говорите, да, с администрацией Сибая, какие там условия, какие обязательства берет на себя муниципалитет, республика, какие обязательства берете вы? Здесь администрация свою часть обязательств, так скажем, она реализовала, она выделала земельный участок на территории городского округа. Сейчас в Министерстве семьи мы рассматриваем проект конституционного соглашения, где всего помещение будет на 70 мест рассчитано, и 40 мест будут бюджетные, то есть финансироваться Министерством семьи. И здесь, при реализации данного конституционного соглашения, здесь обязательства именно, а мое обязательство – это инвестирование собственных средств и привлеченных в заемных средств с банка-партнера. В любом случае, это будет первый проект, который будет строиться уже по новым требованиям СанПИНа и других направлениям. Вы вспомнили события уходящего года, да? Ушедшего, да, 20-го. Да, уже у прошедшего года, когда произошло несколько очень плохих инцидентов, связанных с домами престарелых, частными, да, с отсутствующей документацией, да, где-то вот в Обзелиловском районе, обращались люди даже в прокуратуру, да, прокуратура должным образом не отреагировала и прочее, случилась трагедия. После этого как-то изменились подходы контрольно-надзорных органов, ваше взаимодействие с ними, да, больше ли стали проверять вообще, что изменилось? Проверяется, каким образом должна быть информация и у прокурора, и других администраций, и у министерства семьи, должна быть информация о том, что где-то есть дом престарелых. Это делается уведомлением соответствующие органы, и, соответственно, мы в 2016 году, когда открывали свой дом престарелых, мы данное мероприятие произвели, уведомили, и о нас все надзорные органы знали. Они приходили, проверяют, вот у меня с надзорниками отношение, то, что они дисциплинируют, и дисциплинируют, и повышают ответственность о меня, и, соответственно, как бы здесь проверки, проверки, они часто, не часто, они никогда, если у вас, например, у меня нет грубых каких-либо нарушений, и я за свои действия отвечаю, так скажем, я как бы не буду противодействовать определенным действиям надзорных органов. Здесь, если есть, да, нарушения, там, конечно, кто-то, ну, такими путями, они пытаются, там, скрыть или что-то делать в своем бизнесе, или это уже, как бы, не бизнес, да, не секрет, что вот, ну, до, наверное, этих событий много было частных, там, закрытых, так скажем, территорий, где смотрели за бабушками и дедушками. То есть, как я понял, да, бизнес высокоответственный, да, и контроль за ним необходим. Да. Ильгам Факилович, ну, вот все-таки в России в большинстве случаев, я предполагаю, да, что очень стереотипно относятся к тому, чтобы передать своих пожилых родственников на попечении специалистов, да, специализированные учреждения. Как в вашей практике к этому относятся сами постояльцы? С удовольствием ли они находятся в пансионате или вынуждены по настоянию родственников? Как это происходит? Ну, здесь я всегда говорю, говорил и буду говорить о том, что пожилой человек должен жить дома, в своих комфортных условиях. Здесь есть «но». Может быть, оно маленькое, но есть это «но». И, соответственно, бывают различные ситуации, когда действительно у этой бабушки либо дедушки некуда деть. Нету детей, нету близких родственников, которые бы ухаживали. И, соответственно, этот пожилой человек будет вынужден найти себе спокойно комфортное проживание в тех же самых домах престарелых. Но есть то, что не секрет, что у нас многие дети работают вахтовым методом, они не проживают рядом с родителями. И здесь тоже мы различные варианты предлагаем этим гражданам, начиная от социального работника, сиделки и уже в последнюю очередь – это дома престарелых. Но в любом случае она востребована в силу различных обстоятельств, и от этого никуда не уйти. И думаю, что и в ближайшем будущем, так как происходит старение населения, и молодого населения, которые будут смотреть за бабушками, их становится меньше. И, соответственно, в ближайшие 15-20 лет это будут очень востребованные услуги. Ильгам Факелович, как изменилась Ваша работа в связи с пандемией коронавируса? Все-таки пожилые граждане достаточно серьезно подвержены этому заболеванию. Какие профилактические мероприятия проводятся, чтобы не допустить эпидемии в отдельно взятом пансионате, доме социального обслуживания? Мы как раз в период пандемии еще полностью функционировали. На сегодняшний день мы не функционировали. Но профилактические мероприятия – это и витимизация блюд, и таблетированная витимизация делается. И, соответственно, были методы карантинные, так скажем. Сотрудники работали по неделям, по две недели в закрытом режиме. Такие профилактические меры были предприняты, и как таковой не было допущено очагового, так скажем, инфекционного заболевания. Но профилактику мы в большей степени проводим и с пожилыми гражданами, которые и на дому находятся, и профилактические рейды, и все призываем прививаться. Мы 18 декабря все сотрудники социальной сферы социального обслуживания обязательные как таковой вакцинации, но все провакцинированы. И это понимаем, что это и наше здоровье, и здоровье наших подопечных. Скажите, пожалуйста, вот насколько мне известно, вы получили или получите грант Госкомитета Республики по предпринимательству, почти полмиллиона рублей. На что будет израсходован этот грант, и какие еще меры поддержки вам оказаны? С Госкомитетом мы уже в период реализации первого проекта 2016 года, мы еще работали и получили тогда субсидии для организации проведения ремонта работы в помещении. В этом году появилась новая форма поддержки, это гранты социальным предприятиям. Это очень хорошее начинание и со стороны правительства Российской Федерации, правительства Республики и, соответственно, Госкомитет предпринимательства, который производит этот отбор. Обязательным условием для получения было, чтобы мы состояли в реестре социальных предприятий. Госкомитет и Центр инноваций социальной сферы, они бегали, так скажем, за каждым социальным предприятием, чтобы у них получилось право получить эту субсидию. Мы воспользовались этим правом, мы стали социальным предприятием, документы подали и, соответственно, выиграли грант. Грант, данный грант будет направлен именно на приобретение материалов для установки забора, земельный участок, в котором будет производиться строительство пансионата. Время нашего эфира подходит к концу. У меня вот несколько заключительных вопросов. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что занятие социальным предпринимательством не приносит каких-то быстрых денег, да? Тем не менее, вы вот своим примером показываете, что этот бизнес, это направление бизнеса вам интересно. Вот насколько он окупаем? И расскажите, пожалуйста, о своей мотивации. Почему вы взялись за такое трудоемкое достаточное дело? Это непростой бизнес, да? Понимая, что вы очень много вложите, ну и, наверное, не очень скоро получите отдачу. Да, у нас как таковое социальное предпринимательство, она не подразумевает извлечение прибыли как таковое, но она отличается тем, что если мы построим и будем работать по направлению дома престарелых, здесь стабильный доход и стабильная работа на ближайшие, например, 30 лет. Мы по финансовой модели, которую мы по строительству разработали, срок окупаем составляет 12 лет. И, соответственно, после 12 лет уже можно начать строить еще другой дом престарелых. Но эта мотивация, она здесь, мы, когда, здесь, наверное, вот это первичное движение Министерства труда, еще тогдашнем, в 15-16 году, когда вот эти действия начались по негосударственному сектору развития социальной сферы, здесь мы вот эту волну вошли, и уже направление не только надомного обслуживания, мы направление ведем и услуг сиделок, и, соответственно, услуг домов престарелых. И понимаем, что это нужно, востребование. Да, у нас полутирспособность населения, она низкая, тем более в районах за Урале, но в любом случае есть стабильный доход, есть у них пенсии, есть возможность получать субсидии, есть возможность получать гранты уже как социальное предприятие, и, соответственно, помощь и от государства, как бы она, есть преференции и льготы, которые предоставляет государство именно в пользу развития социального предпринимательства. Спрос будет большой, как вы думаете? Нет, спрос будет, будет, но не скажу, что большой, он спрос, он будет. И загруженность, она, так скажем, койко-мест, в кавычках загруженность, она будет постоянно. Потому что мы будем предлагать различные виды, это и дневной стационар, чтобы можно было с утра привели, вечером забрали, мы и так данные тоже практиковали. И постоянного пребывания, и краткосрочного пребывания, например, если дети ухаживают постоянно сами, и им надо улететь в отпуск, они могут на неделю, две, три там оставить у нас, и мы за этот период присмотрим. Как бы это направление будет работать. Ну что ж, Ильгам Факилович, время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас за такую интересную профессиональную дискуссию, за то, что нашли время пообщаться с нами. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что с нами был директор Центра социального обслуживания населения Азатлык, Ильгам Абдулгужем. Мы говорили о социальном предпринимательстве, основанном на милосердии. Оставайтесь на РБК.